В Москве не прекращается розыск водителя, сбившего людей на трамвайной остановке на улице Рогожский вал. ЧП случилось накануне вечером, пострадали 4 пешехода. Один из них в тяжелом состоянии. Водитель с места происшествия скрылся, бросив свой автомобиль. Эта машина, как выяснилось, официально числится как утилизированная и уже давно должна была стать металлоломом. Подробности происшествия в репортаже Анастасии Саховской. Пока пробелов в картине этого происшествия гораздо больше, чем ожидалось. Лихача на полной скорости, протаранившего остановку и скрывшегося с места ДТП, еще не нашли. Известно, что через несколько минут после аварии он попал в объективы камер видеонаблюдения Рогожского рынка. Пассажир, ведь предположительно в машине было два человека, тоже исчез. Те, кто находился в машине, это два молодых человека, в однокровно просто посмотрели и ушли с места сразу же после ДТП. Были просмотрены все камеры, которые вокруг находятся. Определен круг людей, которые могли управлять автомашиной. Установлен, предположительно, человек, который находился за рулем автомашины. Но главное, сам автомобиль в базе ГИБДД числится как утилизированный, хотя номера на старом Иш-Ода есть. Но состояние машины, очевидно, не соответствовало запросам водителя. Ведь по предварительной версии он мчался по трамвайным путям и, не справившись с управлением, на полной скорости вылетел на тротуар. Очевидно, удар был такой силы, что непонятно, как остановка вообще устояла. Все вокруг усыпано осколками. Детали автомобиля разлетелись на десятки метров, а старый Иш-Ода буквально впечатан в павильон. Судя по четким следам на асфальте, водитель все же пытался остановиться. Виск тормозов был слышен даже в доме напротив. По одной из версий очевидцев, на перекрестке загорелся красный сигнал светофора. Но мужчина за рулем заметил это в последний момент и таким образом уходил от столкновения. Может быть машина оттуда выворачивала, он, наверное, может не хотел столкнуться, да, с машиной, может человек какой-то шел. Вот его раскрутило несколько раз и вот, соответственно, занесло. Был самый час пик, место очень оживленное, рядом несколько станций метро. Возможно, за несколько минут до аварии ушел трамвай, иначе жертв могло быть намного больше. В момент ДТП на остановке оставались две женщины и мужчина. Еще один, по некоторым данным, переходил улицу. Один человек сидел у него с коленкой, было что-то, то есть кровь стекла, видимо, то ли перелом, то ли его очень сильно поцарапало, потому что крови достаточно много было. А второй человек, мужчина, он лежал на земле, но был в сознании. Ранены четыре человека, трое остаются в больницах, один в тяжелом состоянии. Расследование продолжается. Самое главное сейчас выяснить, кто и как ездил на без пяти минут в металлоломе. Анастасия Саховская, Роман Хроленко, Сергей Ванилович, Вести, Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова